Я вот Google Doc выставлю группу по регенеративной медицине, и там подтянется сразу много медиков и биологов. Тоже они себя пишут, и вы можете их посмотреть, проинтервьюировать и решить, с кем хотите работать. И вот таким вот образом мы запустим такие проекты. Потом под каждый проект мы сделаем отдельную группу, где вы будете обсуждать проект, развивать его. И там за 2-3 недели выработается описание проекта, структура. Может быть уже что-то напишите, какой-нибудь прототип. И мы будем собираться уже по группам. И иногда будем устраивать общие такие лекции. Каждый может рассказать о том, что он сделал, какие есть перспективы. И куда движется проект. Вот опять же, у меня было несколько уже очень хороших опытов по кружке по регенеративной медицине. Несколько ребят, несколько команд сделали свои собственные стартапы. То есть я им фактически помогал. И вот сейчас один из них даже профинансировался, и сейчас уже денежек зарабатывал. И по моему опыту, команды, которые быстро загибаются, это команды, которые не имеют хорошего технического специалиста. Потому что если есть один хороший технический специалист, который делает прототип, он может менять несколько медиков, которые с ним работают. Это, скажем так, очень доступные кадры. Люди, которые действительно умеют что-то делать, дорогие и очень необходимые кадры по команде. Если такого человека нет, который может сам сделать, команды работать не будет. Ну вот, и кто из вас еще заинтересован в том, чтобы писать научные статьи? Отлично. Здесь можно будет делать еще неплохую науку. Даже не просто неплохую, а очень крутую науку. Так что если вы хотите дальше потом идти по академической карьере тоже, а это, в принципе, всем советую, то здесь можно будет опубликоваться. Неплохим журналом, я полагаю. Потому что если делать даже, например, на тех выборках, которые у нас есть, то уникальные данные, их тяжело собрать. У нас сейчас проект есть. Будем смотреть морщинистость, в зависимости от body mass index, это соотношение массы тела к росту. То есть, очевидно, если человек толще, у него для его возрастной категории морщин меньше. И, например, если человек захочет худеть, то, наверное, стоит вот это делать аккуратно и следить за тем, чтобы не появляло основных морщинок. На самом деле здесь будет классная идея. Вот как раз если сможете смоделировать, как человек будет выглядеть здесь, если он будет выглядеть. А есть такое приложение еще в 2012 году? Какой-то парень завеса сделал, его получит какое-то приложение. Там много таких книг, например. На телефоне могут ваше лицо заменить на лицо персонажа. В общем, оно реально может взять лицо человека полного и сделать за него лицо что-то худого. Ну, это интересно. Я думаю, что оно будет учитывать морщин и стость, потому что сейчас вот в литературе нет ни одной нормальной публикации. Просто не делали такой работы. Поэтому сложно сказать даже, как морщинки будут меняться, появляться. То, что мы делаем, это называется гоменификация. То есть собрать такие данные, например, фармацевтической компании или косметической компании очень тяжело. А сейчас вот несколько компаний к нам пришли, они собирают такие данные у, может быть, 10, 15, 20 пациентов, платят за это гигантское количество денег. А тут люди сами, да, там, свещение не идеальное, да, может быть, телефон разный, но, как говорится, когда оно бесплатно, оно бесплатно. И можно почистить фотографии, посмотреть, какие там более хорошего качества, более низкого качества, но все равно они привязаны к биометрическим параметрам и к социальному профилю субъекта. Поэтому это очень ценный битроцепт. Фотографии, которые действуют на шляхо-фармацевтических компаний, что хотят увидеть? Они самые разные вещи смотрят. Многие информатические компании, косметические компании, компании, которые занимаются едой, удивитесь, они занимаются исследованием только ради того, чтобы заниматься исследованием. Просто... По времену промежутки, что ли? Есть, которые по времену промежутки. Есть, которые при использовании каких-то кремов, то есть мажешь одну сторону чем-то одним, другую сторону чем-то другим. Фотографируешься по контролируемых условиях. Хорошая камера и с классным разрешением. То есть результат эффект. То есть здесь людям платят, чтобы они участвовали в эксперимене. А вот в данном случае, если вы, например, прыщи смотрите, я бы очень хотел посмотреть, как у меня меняется количество прыщей. Или посмотреть, насколько у меня предрасположенность к диабету развивается. Или еще что-то. То есть в идеале, конечно, сейчас мы занимаемся мелкими проектами. В недалеком будущем, я думаю, два, три, четыре, пять лет, мы будем соединять генотип, экспрессию генов, портуобику с тем, как человек выглядит. И с тем, как он себя ведет. То есть это будущее, это то, что нужно будет делать. Некоторые компании, такие как Human Vangibility, они уже сейчас пытаются это делать. Google сейчас самый большой проект, один из самых больших проектов Google. Google верили, Google Life Sciences, кто про него знает. Это у них пилотный проект сейчас, пилотный проект. Десять тысяч пациентов, постоянный холлап. В двух госпиталях здоровые люди регулярно сдают крой, регулярно сдают кучу анализов. Некоторые из них даже добровольцы. Некоторые из них даже с пилотную жидкость сдают. То есть это вообще уникально. То есть кто бы согласился делать пункцию. Я думаю, что здесь, наверное, никто. Хотя в тех госпиталях, где делают пункцию пациенты Google, там достаточно хорошие врачи работают. с горячей и ненавридентом. Там собираются образцы крови. Тоже есть специальное устройство, которое меряет эксказио-координаты, акселерацию теплоту тела и активность сердца, сердечную активность. А также делает регулярно фотографии. То есть вот это вот все потом объединяется в виртуальных пациентов. поэтому за этим будущее. Сейчас вот мы начинаем по маленькому по крупицам собирать информацию. В будущем мы сможем действительно переходить на уровень генов, экспрессии генов, белка, биохимии и различных физиологических особенностей организма и визуального восприятия. То есть в идеале, конечно, многие заболевания должны диагностироваться неинвазивно. Просто по поведению и по предъективному различным моделям. То есть если мы делали анализ различных тканей ваших один раз, то в принципе через 10 лет можно будет уже начать рассказывать просто по огромному количеству данных, что у вас в организме поломалось и начать полечить. То есть будущее за такой интеграцией. Сейчас мы начинаем с малого. И есть подходы bottom-up, когда мы смотрим на геном, транскриптом, гром. Очень редко еще это объединяет светоболорос с метоболомными данными. То есть смотрим на молекулярный уровень. С молекулярного уровня этим занимается наша компания Silicon Edison. А можно смотреть стоп-даун. То есть смотреть на поведенческие особенности пациента или субъекта мирового центра. Или на фотографии, видео и так далее. Потом это объединяется. То есть в конечном итоге мы это объединим. Сейчас у меня например есть интересный кейс, где мы сделали предсказание никто иной поима по некоторым препаратам, которые скорее всего омолаживают кожу, причем хорошо проникают, действительно показывают себя хорошо с точки зрения минимизации разницы между молодой кожей и старой кожей. То есть очень простой алгоритм, который в принципе мимицирует молодое состояние в старой коже с помощью большого количества препаратов, которые рассматриваются на предмет транскрипционного ответа. И теперь нужно доказать, что они действительно работают. Один из способов доказать, что они действительно работают, это попробовать на пациентах и замерить какие-то маркеры. Какие маркеры имеете, это один из маркеров это морщинки. И вот если мы сможем доказать таким образом, это прецедент для того, чтобы сделать патент на метод использования конкурентного препарата. То есть для многих компаний такая методология доказательной базы будет интересна, даже чтобы просто на патент попадать. Поэтому объединение визуальных маркеров с биохимией, транскриптомикой, с малипулярными маркерами это будущее обязательно делать. Так что вот такие дела. Можете пообщаться сейчас. Давайте, кстати, знаете, что пока вы еще не ушли. Я делаю групповую фотографию, а вы потом сделаете себя так на фейсбуке, чтобы вы знали, кто есть кто. фейсбуке.